Христос воскресе! С праздником Светлого Воскресения Христова, дорогие зрители православного канала «Экзегет». И сегодня мы как раз побеседуем на такую вот приличествующую случаю тему. Я думаю, что достаточно важно для тех, кто посещает богослужения, старается чаще посещать богослужения в эти дни Светлой Седмицы. А многие православные христиане, как я знаю, даже иногда специально берут какие-то отпуска, отгуру на работе для того, чтобы по возможности чаще радовать себя присутствием за этим торжественным, уникальным, неповторимым пасхальным богослужением, богослужением Светлой Седмицы. И вот в связи с этим хотелось бы побеседовать о смысле и внутренней логике тех евангельских чтений, которые предлагаются на Светлой Седмице за Божественной Литургией. Ведь на самом деле чтения, евангельские чтения целого года, они предполагают вот такое постепенное прочтение за Литургией всех четырех Евангелий по небольшому отрывку каждый день за каждым богослужением, когда совершается Божественная Литургия, а это, в общем, большая часть года. До Великого Поста прочитываются все четыре Евангелия, причем первым из них читается Евангелие от Иоанна. Самое возвышенное, самое такое, в общем, отдельно стоящее среди Евангелий. Прочие три Евангелия зачастую именуются синаптическими, потому что они как бы дают взгляд, например, на одни и те же события, но немного с разных сторон с точки зрения каждого отдельного евангелиста. Но, тем не менее, содержание Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки совпадает в значительной степени. И вот лишь Евангелие от Иоанна, оно выделяется совершенно таким уникальным, особенным взглядом на описываемые в нем события. И сами эти события, которые передаются в Евангелие от Иоанна, они как бы восполняют то, о чем не сказали по каким-то причинам, а на самом деле причины были достаточно весомые во множестве случаев, то, что не было сказано предыдущими тремя евангелистами. Евангелие от Иоанна написано, как мы знаем, позже всех Евангелий, и во многом именно с целью восполнить то, чего нельзя было, может быть, открыто излагать еще в век апостольский, когда были живы, большинство из святых апостолов были живы остальные евангелисты. Апостол Евангелистан Богослов уже достаточно поздно, уже после, так сказать, отшествия в мир иной большинства из своих собратьев, вот он обращается к Перу и запечатлевает необыкновенно возвышенные учения, которые содержатся в Евангелии, соединенным с его именем. Но, тем не менее, что касается Светлой Седмицы, то здесь мы встречаем такую немножко необычную ситуацию. Дело в том, что, во-первых, евангельские чтения Первой Седмицы следуют не по порядку, и даже более того, не все из этих чтений взяты из Евангелия от Иоанна. То есть в распределении этих чтений выразилась не та какая-то простая линейная логика, состоящая в том, что с началом нового круга евангельских чтений эти чтения следуют одно за другим в том порядке, в котором они изложены и помещены евангелистам в его труде. Нет, здесь этот порядок нарушается, и евангельские чтения расположены так, что они преследуют какую-то совершенно иную цель, какую-то совершенно иную логику. В чем же она может состоять? Ну, действительно, давайте посмотрим на то, как расположены эти евангельские чтения. Ну, понятно, в первый день Святой Пасхи, вернее, на литургии, которая чаще всего совершается ночью, в светлую пасхальную заутреннюю, читается первое зачало Евангелия от Иоанна, возвещающее нам, да, вот эту высоту благовестия об изначальном существовании Слова Божия, вот то, что впоследствии легло в основу догматического учения Православной Церкви о Второй Ипостаси Святой Троицы, об отношениях Отца и Сына Слова Божия. Но уже на пасхальной вечерне мы с вами слышим чтение 65-го зачала Евангелия от Иоанна. А в понедельник наш слух оглашает чтение второго зачала Евангелия от Иоанна. Во вторник, Светлая Седмица, вдруг, как-то совершенно неожиданно, мы с вами присутствуем за чтением на литургии 113-го зачала Евангелия от Луки, которое вообще, так сказать, совершенно, казалось бы, не должно присутствовать, если бы речь шла о чтении одного и того же Евангелиста. В среду четвертое зачало читается Евангелие от Иоанна, а в четверг уже почему-то восьмое. В пятницу мы вновь возвращаемся к Евангелию от Иоанна и отходим как бы на шаг назад, потому что читается седьмое зачало Евангелия от Иоанна. И, наконец, в субботу читается одиннадцатое зачало Евангелия от Иоанна, а в воскресенье опять шестьдесят пятое зачало, но только уже целиком. В вечернюю Пасхе мы слышали его только отчасти до половины, а за литургией недели Фоминой мы слышим его целиком. Почему? Что объединяет все вот эти евангельские зачала? Почему расположены они именно вот в таком совершенно не линейном порядке с нарушением хронологии? Почему распределены именно таким образом? Что стоит за вот именно таким расположением евангельских чтений? Ну, надо отметить одну основную, главную и общую цель, которая объединяет с собой подбор всех вот этих Евангелий Светлой Седмицы. У них есть одна главная тема, о которой они все благовествуют. И эта тема, эта важнейшая составляющая вообще всей человеческой жизни, важнейшая цель человеческой жизни — это богопознание. Все евангельские зачала Светлой Седмицы, они так или иначе, но возвещают о том действительно самым важном, что составляет всю суть, основу человеческой жизни, о вот этом процессе богопознания, о разных путях, которыми осуществляется это богопознание, и разные условия, разные стадии, и разные какие-то состояния людей, которые определяют собою именно характер и условия богопознания, которые совершаются вот в их жизни. Почему это так важно, и почему именно вот эта тема богопознания так ярко и последовательно выражена в евангельских чтениях Светлой Седмицы? Ну, во-первых, собственно говоря, вся суть празднования Пасхи, она говорит, глаголит, воспевает и непрестанно напоминает нам о вечной жизни. В чем состоит вечная жизнь человека? Совершенно очевидно, что вечная жизнь — это тот самый процесс богопознания, который начинается еще здесь, на земле, первые шаги которого человек совершает еще здесь, не отрываясь от условий своей земной жизни, но это как раз-таки тот процесс, который не прекращается со смертью человеческого тела, если ему было положено начало здесь, в земной жизни. Человек, который начал познавать, постигать Бога, постигать божественную жизнь еще здесь, в дни своего земного существования, он непременно продолжит этот процесс и во всю вечность. Многие люди не понимают, чем я буду заниматься в этой вечности. Ходить, так сказать, по каким-то прекрасным садам с крылышками и сарфой, что-то там воспевать. Боже мой, восклицает некий, какая скука! Нет, братья и сестры, суть вечной жизни состоит в богопознании. Бог вечен, Бог бесконечен. И, собственно, весь выбор, который дан человеку в его жизни и в жизни вечной, это либо вечно познавать бесконечного Бога, либо вечно пытаться скрыться, убежать от него, как неразумные Адам и Ева в раю, как Каин, как прочие грешники Ветхого Нового Завета, которые стремились скрыться от Бога, забыть о нем, убежать от него. И так вот тот выбор, который стоит перед человеком, в его земной и в его вечной бесконечной жизни. И, собственно, познание, оно и составляет собою процесс роста души. Тело растет, потребляя пищу, развиваясь под воздействием стихии этого мира, а душа возрастает познанием и либо познает Бога, либо пытается оградить себя от этого единственного спасительного и важного знания, уходя в, так сказать, постижение каких-то вещей и предметов тленных, что никоим образом, конечно, не пригодится ей в жизни вечной, где всего этого не будет. Познание Бога — это, в общем, действительно высшее развитие души и главное дело человека. Но, к сожалению, сам человек нередко об этом забывает. И вот сейчас, вот как раз-таки светлый праздник Пасхи, он совершается не для того, чтобы мы вдоволь наелись куличей, вкусные какой-то там Пасхи, разбили несколько десятков яиц и, в общем, совершили еще какие-то такие кулинарные подвиги на этой светлой седмице. Нет, конечно, Пасха, праздник Пасхи совершается для того, чтобы напомнить нам об этой вечной жизни для того, чтобы ввести нас в то, что составляет ее суть, в богопознание. Поэтому, как мы и сказали, и выбор вот этих евангельских чтений, он главным образом нас ориентирует вот в этом направлении. Есть еще один важный момент, который могли заметить те, кто посещают богослужения светлой седмицы достаточно часто. Такие люди вполне могли заметить, что вместо обычного пения Трисвятого посреди литургии в конце, вернее, так сказать, в кульминационный момент литургии оглашенных, незадолго до начала литургии верных, вместо обычного пения Трисвятого, Трисвятой песни, мы слышим совсем другое песнопение во все дни этой Светлой Седмицы, начиная еще с Великой Субботы. Елицы, во Христа крестистисся, во Христа облекостисся, Аллилуйя. Поем мы вместо Святой Божьей, Святой Крепки, Святой Бессмертный. Помимо нас, с чем связана такая перемена в богосужебном уставе? Ну, нетрудно догадаться, что она находится в непосредственной связи с обычаем Древней Церкви приурочивать к вот этим светлым дням не менее долгожданное и радостное событие введение в Церковь новых членов через крещение. Как мы знаем, в Древней Церкви существовал такой институт оглашенных, ну, воспоминанием о котором для нас в нашем литургическом учении до сих пор сохраняется и к тени об оглашенных, в которых мы молимся об этих оглашенных, то есть о людях, которые оглашаются, обучаются, готовятся к принятию Таинства Святого Крещения. Прежде чем стать верным, прежде чем принять крещение, человек в Древней Церкви сначала должен был изучить ту веру, которую он принимает, должен был доказать твердость своего намерения ее принять, должен был проявить какие-то качества, которые уже могли свидетельствовать о нем как о достойном христианине. То есть он проходил своего рода испытательный срок, в течение которого обучался всему, что должен он был узнать, прежде чем примет Святое Крещение. Этот процесс оглашения мог занимать различное время, и три месяца, и полгода, и год, а иногда и вообще достаточно продолжительное время занимал, потому что в особенности в первые времена христианства многие люди по благоговению откладывали принятие Таинства Крещения на какое-то более отдаленное время, зачастую уже даже принимали Святое Крещение на смертном Адре, как император Константин, великий, равноапостольный, который все свои великие деяния, которые совершил, осуществил еще в чине оглашенного, еще не будучи крещеным. И вот для принятия этих оглашенных в число крестившихся, то есть полноправных членов Христовой Церкви, как правило, в Церкви существовали особо такие дни. Многие выбирали Рождество для того, чтобы принять это Таинство. Многие вместе со Спасителем, и по его примеру, принимали крещение в Богоявлении, в праздник, когда воспоминается крещение Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно, очень многие предпочитали делать это вот в эти дни Святой Пасхи, начиная с Великой Субботы, в Церкви совершалось крещение оглашенных. Ну, собственно, многие как раз-таки принимали крещение в Великую Субботу, а затем в течение Световой Седмицы постепенно входили в Таинство Церкви, в ту часть богослужебной жизни Церкви, которая прежде была для них закрыта. Ведь с возглашением дьякона оглашенной из Эдити эти самые готовившиеся к принятию крещения оглашенные должны были покинуть Церковь и не присутствовали при таком важном, наиболее, может быть, важном таинстве церковном, как причащение святых христовых тайн. Итак, евангельские чтения Световой Седмицы преследовали еще одну необычайно важную такую педагогическую, или, можно сказать, мистагогическую цель. Они должны были вести человека в осознание важности таинств Христовой Церкви, в смысл совершения этих таинств. И поэтому с этим также связан выбор евангельских чтений на Световой Седмице, поскольку некоторые из них говорят, прямо говорят, как раз таки, о важности таинств для жизни христианина. И, собственно говоря, именно благодаря таинствам во многом совершается еще здесь, на Земле, тот самый процесс богопознания, о котором мы с вами говорили. Итак, вот в чем еще такой очень важный внутренний смысл привлечения именно вот тех евангельских чтений, которые назначены на определенные дни Световой Седмицы. Это смысл мистагогический, то есть он вводит человека в мистерии, в таинства. Он вот этих мистов, участников христовых таинств как бы вводит, приготовляет к участию в этих таинствах, к принятию этих таинств, раскрывает им глубочайший смысл этих таинств. Ну, а мы же понимаем, что евангельские чтения, они существовали еще в неразрывной связи с их объяснением, с их толкованием. Причем, как правило, с этим было связано и обычай Христовой Церкви, ранней Церкви, когда епископ, ну, или священник, который совершал литургию, он произносил свою проповедь непосредственно после чтения Евангелия, для того, чтобы тут же объяснить, истолковать Евангелие своим слушателям, и для того, чтобы это евангельское чтение могло быть объяснено и оглашенным, а не только верным, для того, чтобы это чтение, его толкование явилось для них вот тоже таким моментом оглашения, приготовления, обучения, тому, что должно будет составлять суть их религиозной жизни. Поэтому, как правило, да, вот эти евангельские чтения, их вот включение в определенные моменты богосужебного круга, оно предполагает еще и то, что смысл каждого Евангелия будет тут же за литургией объясняться, доноситься более глубоко, более развернуто, более, может быть, где-то обстоятельно будут освещаться какие-то такие не вполне ясные моменты в нем для слушателей, для тех, кто стоит в Церкви Христовой. Сейчас, ну, к сожалению, мы с вами вынуждены бываем зачастую сами как-то добывать для себя крупицы вот этих, вот этого понимания и сами должны вникать в тот строй православного богослужения, который нам достался, изучать его, читать какую-то сопутствующую литературу, слушать объяснения, слушать какие-то, может быть, уже толкования, лекции, для чего, собственно, и существует православный портал или канал «Экзигет», и где мы пытаемся восполнить некоторый недостаток, да, может быть, этих толкований в нашей церковной жизни, но также восполнить его недостаток для тех, кто, может быть, не всегда имеет возможность посещать церковь так часто, как бы хотелось, или, может быть, посещает ее так часто, как он к этому готов. Итак, мы с вами обрисовали основную мысль, основной как бы такой вот смысл того, что, того, почему евангельское чтение располагается на Светлой Седмице именно в таком порядке, и то, что они объединены вот этой общей идеей, общим содержанием богопознаний и его разных путей. Ну, вот этому будут посвящены наши следующие с вами беседы, в каждой из которых мы рассмотрим, правда, не по отдельности каждое Евангелие, а вот по нескольку евангельских чтений за беседу, для того, чтобы указать на то общее, что между ними существует, и разъяснить, почему именно они занимают то или иное место в этом, в этой очередности слышания нами евангельских чтений Светлой Седмицы. Христос воскресе! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok